Театр «Бенефис» рождался, как многие студии в то время. Рождался как студия, действительно, и как многие театры в то время. Анна Неровная, которая тоже очень естественно стала режиссёром, сначала будучи актрисой, получив актёрское образование, потом уже через какое-то время став режиссёром, окончив ГИТИС. И она, как многие в то время, в конце 80-х, прошла через иллюзию и через испытания хозрасчётом, самофинансированием. И ей, женщине, и одно время, и до того, скажем так, до того, как она стала художественным руководителем театра, актрисе, простительны эти иллюзии и эти, скажем так, фантазии, потому что куда более старшие её коллеги, такие и опытные, более такие, как Валерий Фокин, как Юрий Ерёмин, тоже в тот момент им казалось, что театр может выжить и без такой постоянной бюджетной государственной дотации. Потом, когда эти иллюзии довольно быстро улетучились, счастливо театр не сгинул, его под своё крыло уже взял тогда комитет по культуре, и театр начал работать в том же самом районе, где и сейчас, в Новых Черёмошках, недалеко от метро. И это тоже, мне кажется, вызывает особое дополнительное уважение, потому что легко, хотя и работа на Тверской, многие не заполняют свои залы полностью, но, конечно, на Тверской, в центре Москвы, на Триумфальной, работать намного легче, проще, а Неровная работает в Новых Черёмошках. Район, конечно, интеллигентный, но всё равно в Москве, в таком крупном мегаполисе, эта привычка, наверное, неистребима. Те, кто хочет театр, те едут в центр. И Неровная работает, конечно же, больше для тех, кто живёт в этом районе, недалеко от этой станции метро. И вот теперь уже о самом спектакле «Ангел». Для меня это было неожиданностью, потому что я помню не только спектакль «Современника», спектакль как раз Валерия Фокина, провинциальные анекдоты, но, мне кажется, кто бы и когда не брался за этот первый провинциальный анекдот Вампилова, всё равно его соединяли со вторым, который был дописан, можно сказать, до полноценного спектакля, то есть в случае с Метранпажем. Причём как такой более ударный «20 минус ангелом», который в театре «Бенефис» идёт под названием «Ангел», он идёт обычно вторым, а первым – случай с Метранпажем. И неровные она берёт и обрубает вот эти вот позднее придуманные уже более опытным драматургом Вампилова связи и дополнения, и дописывания вот к этому вот первому анекдоту, который Вампилов написал, ему было чуть больше 20 лет, и это была такая история совершенно сказочная, потому что сказочная и для того времени, и для нашего времени тоже, когда человек вдруг расстаётся с деньгами, но Вампилов даёт этому вполне практическое объяснение. Мне кажется, что в этом есть какая-то особая смелость, ещё и потому, что Неровная называет свой спектакль просто «Ангел». «20 минут с ангелом» всё-таки в этом вампиловском названии больше иронии и самоиронии, и, собственно говоря, тот шок, который переживает герои, к сожалению, получает довольно паразаическое и трагическое объяснение в финале вампиловской пьесы. Неровная приглашает в сотрудничество известного такого художника Владимира Бойера, известного в том числе и потому, что он почти постоянно оформляет спектакли романа Виктюка, и в этом спектакле он выстраивает такую цепочку дверей, действие происходит в таком гостинице-общежитии, в уже такой малопонятной сегодняшнему зрителю, ситуации, когда командировочные приезжают куда-то в далёкий город за комплектующими деталями или за чем-то ещё, причём есть водитель, есть тот, кто приехал на завод, чтобы выбивать эти самые детали. Всё это так малопонятно. Но понятна сама ситуация. И здесь вампилов, мне кажется, как был таким, немножко таким загадочным драматургом, так и сегодня, несмотря на то, что, я повторяю, мы переживаем такой всплеск новой интереса к его драматургии, и много ставят сейчас и утильную охоту, и просто мне-то в Чулимске вышло несколько спектаклей «Прощание в июне» тоже снова начали ставить. Всё равно такая вот загадочность его драматургии, она остаётся, потому что, как непонятен был сто с лишним лет назад Антон Павлович Чехов с его то ли сюжетом, то ли историей, то ли не историей, то ли герои, то ли только какие-то такие подступы к персонажам. Так и у вампилова. Кто они такие? Они вообще совсем плохие? Или они плохие с просветом и проблеском хорошего? Вот у Анны Неровной они все, что называется, с проблеском таким вот, с промельком такого вот, что в спектакле такой даётся через музыку, её много, через песни, он и завершается песней, которой у вампилова нет, а режиссёру кажется, что это оправдано. И вот если возвращаться к оформлению спектакля, очень важному для того понимания этой драматургии, которую предлагает Анна Неровная, то, что здесь вот на сцене такая череда разных сторон таких дверей. И это гостиница, да, гостиница тоже, двери с разных сторон. Но двери есть, а стен нету. И это такая вот замечательная картинка такого коммунального быта. Сегодня совершенно непонятного, а тогда естественного и понятного всем. И вот это, мне кажется, тоже даёт какое-то дополнительное понимание вот этой вампиловской истории. Продолжение следует...